2 марта 1992 года началась так называемая горячая фаза конфликта в Приднестровье. Этот конфликт зрел еще с 1989 года после появления законопроекта, по которому единственным государственным языком Молдавская ССР должен был стать молдавский в латинской графике. Созданный в Тирасполе Объединенный Совет Трудовых Коллективов начал общую забастовку на предприятиях, в которой участвовали десятки тысяч человек. Потом был штурм здания МВД в Кишиневе активистами Народного фронта, результатом которого стал референдум о создании Приднестровской автономной республики в составе МССР. Принятие Верховным Советом МССР декларации о суверенитете Молдовы и постановление о том, что присоединение Бессарабии к Советскому Союзу в 1940 году было оккупацией, а создание Молдавской ССР незаконно повлекло немедленную реакцию Приднестровья. В Тирасполе заявили, что раз МССР была создана незаконно, то и Левобережье включили в нее незаконно. Съезд депутатов всех уровней, представляющих левобережные районы Днестра, 2 сентября 1990 года провозгласил создание Приднестровской Молдавской ССР. Первая кровь пролилась в Дубосарах в ноябре 1990 года, когда трое местных жителей погибли во время столкновений с представителями Народного фронта, пытавшимися войти в город, и ОМОНом, который пытался предотвратить столкновение. До вооруженной фазы конфликта дело тогда не дошло. Она наступила через два года, когда в ночь на 2 марта 1992 года в Дубосарах неизвестные расстреляли машину с приднестровскими милиционерами, а приднестровские гвардейцы и казаки в ответ разоружили и задержали молдавских полицейских. Открытые военные действия длились пять месяцев – с марта по июль 1992 года. Общие потери сторон, по официальным данным, составили более тысячи человек. Однако реальные потери, как считают эксперты, гораздо больше с обеих сторон. В Молдове 2 марта отмечается как День памяти погибших в вооруженном конфликте 1992 года по защите целостности и независимости Республики Молдова и жертв этого конфликта. А в Приднестровье это День памяти и скорби. Событие 1992 года является самым драматичным моментом в современной истории Республики Молдова. И теперь, 29 лет спустя, приобретают для нас особую актуальность, учитывая рост напряженности в регионе. Как сообщил недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, после телефонного разговора с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, Вашингтон планирует создать тройственный военный альянс с участием Украины, Молдовы и Грузии для противостояния России в Черноморском регионе. И США совсем не останавливает, что по Конституции Молдова нейтральное государство. США и НАТО пытаются превратить постсоветское пространство в зону постоянной вражды, поскольку считают, что слабая Россия, втянутая в конфликты с соседями, является наилучшей гарантией безопасности для стран Запада. Однако события 1992 года наглядно демонстрируют, чему может привести необдуманная политика властей и тем более участие такой маленькой страны, как Молдова, в глобальном конфликте мировых держав.